На западном в Террасполе разгорелся спор. Жильцы одного из домов не хотят, чтобы рядом строили кофейню. Здание появилось прямо под окнами, места стало меньше. Даже пригнали пожарную машину, проверить сможет ли она подъехать к дому в случае чего. В сюжете подробности. Почему вы влезли в наши окна? Здесь спальный район, здесь люди отдыхают. А вы даете разрешение? Нет, подождите. Вы подписываете. Вы подписываете. А администрация города, не я. А если бы вы не подписали, они бы устроили. У меня нет полномочий не подписывать, потому что нормам соответствует расстояние. Поэтому я вынужден был подписать. Хотя, может быть, это я понимаю и вас. Дом номер 17, дробь 2 по переулку Западный в Террасполе. Алла Косенко – одна из жильцов и тех, кто против строительства вот этой кофейни. Они же нас обманули, сказали, что только будет аптека. Попросили от нас воду. Ну, мы согласились, аптека пусть будет. Мы тут все болеем, мы же люди все. А потом, оказывается, они сюда уже кофейню присобачили. Уже кофейня нужна. Жильцы говорят, за домом у них детская площадка и небольшой садик. Из-за стройки места теперь меньше. Будущая кофейня прямо напротив окон. Я считаю, что в этом районе увеселительных заведений, таких как кафе, бар, рестораны, и вот эти кафетерии все, они не должны быть в окнах жильцов нашего дома. Я не знаю, какие тут нормы. Жильцы уже собирались и писали в прокуратуру. Оттуда пришел ответ. Нормы при строительстве не нарушены. Было установлено, что расстояние от многоквартирного жилого дома до строящейся кофейни составляет 6,5 метров. Нарушений норм и требований пожарной безопасности специалистами управления пожарной охраной выявлено не было. Жильцы с заключением специалистов не согласны. Говорят, из-за строительства специальные службы просто не подъедут к дому. Обратились к депутату по округу. Здесь это вице-спикер Галина Антюфеева. По ее просьбе пожарные приехали для эксперимента. Вот девятый этаж в этом доме. Говорит, должна подъехать машина к этому девятому этажу? Или отсюда вы лестницу будете тащить и устанавливать? Как это делаете? Лестница на автомобиле. На автомобиле. То есть должен подъехать автомобиль? Должен подъехать. И автомобилю не должно ничего мешать. Здесь вот строение. Вот видите забор? Как вот он заедет? Если здесь нет этой постройки, то нужно будет спилить дерево и проехать он туда. К дому подъехать пожарная машина не смогла. Я хотела бы, чтобы нас услышали и застройщики, те, кто собирается это делать, чтобы они понимали, что их здесь не ждут. Это будет без желания. Я думаю, им здесь не рады. Поэтому мы продемонстрируем это. Жильцы дома вместе с депутатом намерены снова обратиться в госадминистрацию.